В одном из сел нашей страны подросток попытался изнасиловать 26-летнего парня с умственной отсталостью. Кто-то заснял это на видео и выложил в сеть. В полицию о случившемся сообщил аноним. Начато уголовное расследование. Внимание, на следующем видео заснято сексуализированное насилие. Эти кадры могут шокировать. Предполагаемому насильнику всего 14. С ним в школе учится сын этой женщины. Она тоже видела ролик и пришла в ужас. Как посмотрела, так и заплакала, потому что я же знаю этого парня. Господи боже, пристал к слабому ребенку. А мой ребенок тоже слабый, он в первом классе, а этот подросток плохо ведет себя в школе. Страшно вести ребенка на уроки. С таким же шоком о случившемся говорят и другие сельчане. Даже подумать о таком нельзя. Один мальчик воспользовался другим. Это самое ужасное, что я только слышал. Я заботилась в школе об этом умственно отсталом мальчике, была его учительницей, опорой. Мне очень жаль, что с ним такое произошло. Он очень послушный. В сельской школе говорить об инциденте, тем более на камеру, отказались. Исполняющая обязанности директора только сообщила, что встретилась с учениками и попросила их удалить из интернета жестокое видео. Но рассказала она и то, что раньше за подростком ничего необычного и тревожащего не замечали. Психотерапевты из самых разных стран сходятся во мнении о том, что сексуальное насилие в подростковом возрасте обычно совершается ради доминирования над слабым и получения удовольствия от власти. Еще это неумение справляться с внутренними конфликтами и налаживать отношения со сверстниками. Психолог Аурелия Баланка-Жакару добавляет, для избежания подобных случаев крайне важно уделять время половой грамотности детей и учить их соблюдению личных границ.